17-й Регина Мороз и два наших либера. 13-й Елена Ежова и 14-й Екатерина Уланова. Главный тренер команды «Динамо Казань» Решат Геледзудинов. На шейтронах. Ну и в красной форме, в красных майках местные волейболисты выходят на площадку. Волейболисты Баку. Номер первый, связующий «Нордсара Тункум». Пятый номер – «Сара Анзанелла». Четвертый – капитан команды «Елисанджело Перейро». Седьмой – «Хиттер Боун». Номер одиннадцатый – «Оксана Ковальчук». Семнадцатый номер – основной добытчик очков азербайджанского клуба «Полина Рахимова». И либера команды в двенадцатый номер – «Валерия Каратенко». Главный тренер на ваших экранах – Файк Гараев. Вот, все готово к началу поединка. Татьяна уже сказала в своей студийной речи, что «Озеры» – это очень опытная команда. Так оно и есть. Если посмотреть на ставку и составку, все волейболисты практически, за исключением двух, связующие Тайки и Полины Рахимовой, которой 21 год, 17 номер диагональный. Вот четыре волейболистки, составляющие костяк этой команды, все уже в возрасте, кому за 30, находятся. 31 по 31 году – бразильянки Перерри и итальянки Саре Анзанелло. «Хиттер Боун» еще старше и 33. Ну и Оксане Ковальчук – 32. Потому что команда очень опытная. А что касается итальянской волейболистки Саре Анзанелло, волейболистки центральной зоны, то можно вспомнить про то, что она была чемпионкой мира 10 лет назад, составив своей национальной сборной. Неожиданный успех в Германии в 10-летней давности в исполнении итальянок, мы все с вами прекрасно помним. Ну и вместе с ней тогда из действующих и поныне волейболисток выступали, напомню, Паула Кардола, Франческо Печенини, Леонора Лубьянко, Симона Риньер. Все они еще по-прежнему остаются в строю, но выступают за другие команды. Ну и в общем состав из национальных сборных. И связка Тункум играет за сборную Таиланда. И, как мы уже сказали, Сара Анзанелло до сих пор призывается в сборную Италии. Хитер Боун, сборная США. Оксана Ковальчук, сборная Белоруссии. И Валерия Каратенко и Полина Рахимова, игроки азербайджанской национальной команды. Игра началась. Счет равный 1-1. И долгий такой розыгрыш завершала. Атаку со стороны Динамо Леси Махно в этом эпизоде. Но, как мне показалось, не очень уверена. Было неудобно Леси. И она пыталась отведенный мяч накатом переиграть. Двойной блок. Но вот сетку не сумела перебить. Конечно, нас ожидает нервное начало. И кто первый справится со своими нервами в начале первого сета. Вот видите, вторая подряд потеря подачи у хозяек. Что как раз говорит о том, что с нервами не все в порядке. Всего лишь при счете 2-2. Конечно, все будут напряжены сейчас крайне. И всем как можно быстрее нужно добывать очки. Марина Бабешина на подачу. Отправила мяч в аут только что в бразильянка. Марина Бабешина заслуженный мастер спорта. Напомним. Серебряный медалист еще Афинской Олимпиады. Ну да, что-то мы соперниц представили. А у нас ведь тоже полсостава. Даже больше игроки национальной сборной России. И в этом году девушки тоже призваны для подготовки к отборочному турниру. Чемпионки мира. Да. Который есть двукратный. Есть двукратный. Ну, в общем, будем сражаться мы сегодня. А пока 3-2. Азерейл впереди. Ну, игра, конечно, очень тяжелая. Представит от никаких иллюзий. Я думаю, ни у кого быть не может. Тут не настолько сильнее Казань вот этой бакинской команды, чтобы рассчитывать на легкий разворот событий в этом поединке. Еще одна потеря. Третья. Третья подача. Вот из своих трех очков получается, да. Три очка сами подарили. Точнее, казанские фельдболисты получили в качестве подарка у своих соперниц сегодняшних. Три ошибки на подаче. Счет равный 3-3. Ну, очень, конечно, волнительная атмосфера. В зале спортивных, в дворце спортивных игр в Баку. Ну, в атаке здорово пока все получается у хозяек. Это была Полина Рахимова. Действительно, тот человек, который может лучше всех атаковать из четвертой и второй зоны в составе Азерейла. Вот если опять же вспоминать первую встречу, то, мне кажется, первую свою атаку в стартовом сете Полина уложила из четвертой во вторую зону. Вот какой-то такой сумасшедший удар у нее получился. Ну, потом много ошибалось. Это, конечно, все от недостатка опыта. Но групповой этап Полина Рахимова закончила на первой строчке в списке лучших бомбардиров Лиги Чемпионов. Ну, а в первой игре этих же команд неделя назад в Баку лучшей стала Эктерина Гамова. В плане набора очков для команды. 26 баллов она на свой личный счет вписала. И Джордан Ларсон тогда прекрасно выступил. 18 очков набрала, принесла своей команде. Полина Рахимова имеет лучший показатель за результативность в составе нашей соперницы сегодняшних. 20 очков она принесла. Она стабильно лучшей является по набору этих баллов за результативность для Азерейла. Ну, а у нее процент, тем не менее, удачных атак был не столь хорош, как у той же Эктерины Гамовой. Всего лишь 40. И это тоже не так плохо. 40 раз нападала. Полина Рахимова 16 очков принесла в атаке. И посмотрите, как сейчас Джордан Ларсон угодила в руки связки, рост которой 169 сантиметров. Вот такие вот блоки, они, конечно, поднимают команду, потому как Тунку частенько вообще в блоке не участвует. Она может сделать шаг назад и уступить свое место игроку третьей и четвертой зоны. Да, 169 сантиметров это, конечно, многовато, а маловато, наоборот. И самая, наверное, невыгодная сторона в игре тайской связующей. Уж во всяком случае на получившей, к сожалению, травму Оксаны Пархоменко совершенно точно. Ну и очень много было разговоров. Действительно, очень серьезную травму получила Оксана Пархоменко. И теперь длительное время требуется на восстановление капитана Азерейла, капитана сборной Азербайджана. И вот, на мой взгляд, Тунку неплохо справляется. Вот ее быстрая передача, они как раз очень пригодились сейчас в взаимодействии с первыми темпами. Есть еще небольшие проблемы у крайних игроков, которые участвуют в приеме, и вот потом им приходится много атаковать. Но с первыми темпами и по количеству атак, и по результативности у Азербайджана все в порядке. Да, вот Сара Анзанелла, опытнейшая волейболистка на ваших экранах была крупным планом. И Хитербол на подаче сейчас как раз вышла по диагонали. А Анзанелла она играет. Седьмой номер. Два таких мастера высочайшего класса на позиции в центре. Это, конечно, тоже большой плюс для Батинского клуба. И вот посмотрите, на подачу Хитербол уходит все-таки в отрыв ближе к первому техническому тайм-ауту хозяйки площадки. И реализовала, вы видели сейчас доигровку возникшую Полина Рахимова, атака из-за трехметровой линии. И 8-5 к первому техническому. Все-таки три очка в запасе у Азербайджана. Удалось им накатить к этому моменту. Все это случилось лишь в последней буквальной минуте. Я помню, что счет был равный 5-5. На подаче Хитербол 2 очка удалось набрать местной команде. Ну вот сейчас тренеры проводят свои первые разборы полетов с подопечными. Еще раз отметим, что из своих 5 очков, 3, динамовки получили за счет неподанных хозяйками подач. Пока что в игру, как на первый глаз можно, на вскидку можно сказать, динамовки вошли не так быстро. Не так хорошо, как их соперность. Хотя вроде бы как раз волнение не сказывается. Азербайджан ошибался на подаче, мы ошиблись в атаке. И вот немного так перемудрила Марина Вабешина с передачи первому темпу за голову. Не очень удобно было для Регины Мороз. Ну, нормальный игровой счет 5-8, а вот сейчас уже 5-9. И абсолютно ни к чему нам ошибки в приеме. Вот это, пожалуй, первое, что стоит сегодня выдержать динамовкам. Потому как, конечно же, в своем зале у соперниц подача будет лететь агрессивней. Катя Уланова ошиблась. Все продолжает подавать американка. Хитерболл на серос Ларсен. Мяч принимала, но также не очень качественно. Прямо скажем, ей это удалось сделать. И поэтому атака Теремигаму не достигла своей цели. Первое повторное. И так же соперницы справились на подборе, в защите. Да, вот в защите в этом моменте Азерейл отработал лучше. Но нам нужно принять ее для того, чтобы была возможность у атаки. А для атаки у Гамовой не просто вот с такой неудобной позицией, а именно в комбинации нужно Екатерину заигрывать. Для того, чтобы организованный блок ее атаки не цеплял. И после этого защитницы не поднимали эти отступы. Для того, чтобы облегчить ей жизнь максимально. Ну, конечно. Конечно, тяжело бороться. Понятно, что Катя будет атаковать все решающие мечты. Мы ловим на блоке в защите. Показывает нам Файгараеву и взрыв. Пока что наши остаются за кадром. Командора Решата Бележу Бледова. Ну и Керенгал и Гаму еще раз напомню. 26 очков за первый матч. Огромный КПД в атаке она показала. Да. 48 раз атаковала Екатерина. Всего лишь два раза она ошиблась. Один раз ее закрыли блоком. И 23 мяча заработала она в атаке. 48% эффективности. Ну, вот мы об этом уже говорили. Для тех, кто игру видел, совершенно понятно, какие это были мячи. Они были решающие. И то настроение, с которым Екатерина вколачивала в площадку, то настроение, с которым она закрывала блоком азербайджанских нападающих, оно, конечно, заряжало всю команду. А сейчас растет наше отставание. На подаче все той же Хиттербоун. Счет стал 11-5. Таким образом уже со счета 6-5 она подает. И опять Тункум блокирует второй раз в этой партии, блокирует атаки Джордан Ларсон. Нам отдают мяч. Ну и, наконец-то, переходим мы с этой трудной расстановки. Было касание блока, конечно же. После того, как пять очков подряд проиграли на подаче Хиттербоун. Хиттербоун. Динамовки, наконец, сдвинулись с этой мертвой точки. 6-11. Вот вроде бы как раз три ошибки при выполнении подачи. Тань, говорили о том, что соперница волнуется больше Динамов на старте этой встречи. Я думаю, они рискуют. Есть у них задание, куда подавать. Потому что при нашей хорошей доводке очень тяжело будет бороться на блоке с скоростными нападающими. Поэтому они рисковали. Они выцеливали линию. Они искали неудобные для приема позиции. У нас Ирина Кузнецова появилась для подачи. Потихонечку отрыв сокращаем. 7-11. Вот ошибка в нападении. Ошибка в нападении. Очко выиграно на подаче Ирины Кузнецовой. Как раз первое очко выигранное на своей подаче в этом поединке для оказания. Не справилась. Первый раз приемом. А затем Рахимова рискнула и ударила ваут. Но сейчас, к сожалению, Кузнецова также сыграла неудачно. При вводе мяча в игру. 7-12. Ирина Кузнецова. Да, вот отыграли мы сейчас очко. И опять же оно досталось нам ошибкой азербайджанских нападающих. 8-12. Рахимова ударила ваут. Ну вот из-за этого КПД из-за таких ошибок как раз у нее и снижается. Переходящий мяч. Леся Махно на сетке справляется. И до трех очков мы сокращаем свое отставание. Складывается впечатление, что выцеливают наши на подаче в редак соперниц как раз бразильянка Пере. Она регулярно ошибается. Да, да. И в первом матче мы тоже заставили Файка Гараева сделать замену. И вместо нее вышла Каролина Косок. Каролина Косок, да, польская двигровщица. Есть на такой случай в запасе у Азерела. И вполне возможно ее появление. В этой игре. Ну и вторая связка. Теперь после травмы Оксаны Пархоменко в составе Азерела. Это всем хорошо известная. Перецкая связующая. Пилин Чилик. Находится в запасе. Есть еще одна американка. И не кто-нибудь, а Дженнифер Тамас. Капитан сборной США. Вот такая вот замена у азербайджанок. Ну а у нас может еще появиться Мария Белобородова. Мегуми Курихара. Вот, пожалуй, первый кандидат. Особенно для затруднения подачи. Тем более, что после таймаута мы опять отправляем мяч в аут. Да, вторая ошибка на подачу со стороны Казанского Динамо. Подравнялись мы в этом компоненте с соперницами. Начали это получше. Ну и вот капитан Азерела Перейра вышел на подачу. В счете 13-9. И Тюланова справилась. Ну вот, быстрая была передача. Ну, настолько были читаемые действия, что обе блокирующих уже поджидали Лесю Махно. И высоты для того, чтобы обвести, обыграть этот двойной блок, нашей доигровщице не хватило. Да, вот чуть-чуть нужно высоты в таких моментах. Зато наш блок разорвали. И Полина Рахимова была в атаке. Очень уверенно атакует. Азербайджанская диагональная. Лидер, несмотря на свой 21 год. Национальный сборный. Как здорово сейчас сыграли наши девушки. Осеточный мяч. Ольга Хоржановская пасовала Марии Борисенко за голову. И вот так вот очень много оставили. Метр, мне кажется, с лишним оставили в линии. Маша Борисенко, естественно, этим воспользовалась. Достаем в защите. И простая высокая передача ногам. Екатерина не рискует. А Ковальчук забивает. В общем, и не рисковала Ковальчук. Можно так сказать. Накатом переиграла блокирующих. И на задней линии мы не смогли поднять этот удар. Хорошо, грамотно сыграла. Конечно, по ситуации. Оксана Ковальчук известна. Очень хороший мастер. Успевший поиграть. И наши суперлиги. В том числе, кстати, и за Казаночку. Еще тогда команда «Динамо» называлась. По имени города. Которым играет. В Уралочке также отметилась Оксана Ковальчук. Да, в прошлый сезон Оксана провела в Уралочке из Свердловской области. 11.15 на подачу нашего капитана Марии Борисенко. Отстаем. Регина Мороз вернулась на первую линию. Отскок от блока страхует Ковальчук. И не будет сильной атаки. Какой интересный удар. Мы с вами наблюдали в исполнении Расимовой, по-моему. Ну, Катя, блестящая она вышла из этой ситуации. Длинной, высокой скидкой. Вот, конечно, Гамова такой мастер. Она может выполнять такие приемы. Не просто сбрасывать, а очень сбрасывать агрессивно. И проводить мяч с рукой. Так протаскивать его и укладывать его в пустое место. 12.15. Очечка отыграли. Но вот перед самым вторым техническим таймаутом хотелось бы продлить эту серию. Да, и вот на самом деле второе очко подряд за счет организованного заслона мы набираем. Нам нужен блок, потому как это сильнейший из сторон Казанского Динамо. 18 очков в первом матче мы заработали. У Азерейла 10. Лучший блокирующий в нашей команде стала Регина Мороз. У нее 6. Ну, и Мария Борисенко. Оба наших центра. У нее тоже 6 очков на блоке. Справляемся с атакой и Полина Рахилова, в свою очередь. Но Ковальчук пробивается все-таки. Удивлена. Касание показалось сейчас на нашем блоке. Ну, Леся выразил свое удивление решением арбитров. Однако МВД, действительно, после атаки Оксаны Ковальчук, к сожалению, касание блока было, и счет становится в результате 16-13. И в нашу пользу ко второму техническому тайм-ауту. Первый парк. Ну, это Оксана Ковальчук, как раз на ваших экранах. 32-летняя волейболиста. Мы уже говорили, в составе нынешнего Азерейла возрастных волейболистов очень много. Две трети. Чем дальше мы идем, тем складывается больше впечатление, что женский, особенно в особенности женский волейбол, становится на самом деле старше. Болейболисты задерживаются гораздо дольше, нежели в прежние годы в большом волейболе. В волейболе продолжает свою карьеру. 13-16. И Оксана Ковальчук вышла на подачу наших соперниц. Плохой прием у Ларсен. Ну, и переходящий не забивает Бон. А теперь на одном блоке Екатерина Гамова, да еще и на самом маленьком блоке у Азерейла связка. Она его просто не заметила. Ну, и вот Мегуми Курихара, как мы предполагали. Появляется она для выполнения подачи. И выходит вместо Леси Махно. 14-16. Полина Рахимова в наших экранах. К сожалению, в Вауке летает мяч после подачи Японки. Так здорово она подавалась в матче против Атома. И мы всегда теперь в ожидании, что получится серия из набранных очков. И сегодня, конечно, нам бы не помешала вот такая подача. Она просто необходима. Именно поэтому Гелезудинов делает замены игроков для того, чтобы подачу усиливать. Ну да, действительно, был такой момент в поединке против польского клуба. В первом на площадке соперниц. Когда в третьей, по-моему, партии на подачу вышла японская волейболистка. И, действительно, серию великолепных ударов исполнила. Благодаря чему вот эта третья партия сложилась попроще. Удалось отрыв Динамов не создать тогда. И вот, мы помним прекрасно, две победы по 3-0 над сильным, достаточно польским клубом Динамовки одержали. Но вообще ни разу не проиграли они к этому моменту. Нынешние линии чемпионов, Тазанская и Динамо. Ну, выступили в Чехии только, когда, опять же, обеспечили себе заранее... Ну да, вторым составом. ...заранее первое место. И тогда можно было дать отдохнуть лидерам. Даже не вторым, наверное, а третьим. Да и то, достойно очень сражались и, в общем-то, могли зацепиться и за эту встречу. Но сейчас наш тайм-аут, или это тайм-аут Файка Гарео... Нет, нет, мы взяли перерыв. Потому что проиграли еще одно очко. Разрыв увеличился. Пользу наших соперниц. Ну и трибуны Дворца спорта в Баку. На самом деле забиты битком, мы это с вами видим. Люди даже стоят в проходах. Желающих очень много посмотреть этот матч. Естественно, огромные надежды. Болевщики Батинские связывают со вступлением своей команды. Двух своих команд нынешних лиц чемпионов. Робит и Азерейла. Но в тяжелой ситуации оказались оба коллектива. Робит и играть с Финербахча. Первый матч здесь же. Лучший клуб мира проиграл. Причем в частую, в трех партиях. И предстоит отыгрываться. Ну, именно поэтому на Азерейл такие двойные надежды. Все-таки они играют сегодня дома. А Робит и играть завтра в Стамбуле. И, конечно, Финерб. Дома играет просто здорово. И там будет очень и очень тяжело. 15-19. После ошибки Екатерина Гава. На самом деле из-за того, что недостаточно удобно была выполнена передача. Вы видите сами. Кате пришлось тянуться к мячу. И она невольно наступила на трехметровую черту. Это ошибка. Согласно волейбольным правилам. И вновь вернулись. Прошли круг. И вернулись к подаче хитер-боун. Седьмого номера ботинской команды. Ну, вот хорошо, что в этот раз удалось быстро сдвинуться с этой расстановки. Сильнейшая атака Екатерина Гамовой. С хорошо доведенного мяча. По линии атаковала Катя. И та же Була не справилась. В общем, правильно она находилась в правильной позиции для защиты. Ну, вот с такой силой Екатерина атакует, что тяжело такие мячи обрабатывать. 16-19. Ну, и мы ожидаем рывка, конечно, от казанской команды. Нельзя. К сожалению, так ошибаться. Ну, и как далеко ваут сейчас подала Регина Мороз. Это тоже волнение. Ну, я не знаю. Может быть, пытается по задней линии подавать. Ну, вот в прошлый раз была замена. В прошлой расстановке Ирина Кузнецова вышла. Но, к сожалению, второй попытки такой замены у Решата Гелезудинова в этой партии нет. И 20-е очко отдаем без боя. Ну, нам возвращают такой же точно подарок. Улыбаются Мария Борисенко и Леси Махно. Тем самым, может быть, психологически поддавливая на соперниц. Вольно или невольно. Ну, то, что настроение хорошее, боевое, это, конечно, прекрасно. Все вальболисты чувствуют себя в подходящей форме для того, чтобы обыгрывать конкурента. И с Баку. И это в Динамо вполне по силам. Причем во второй игре подряд. Конечно, в поединке равных команд. Или примерно равных команд. Вот в этом двухраундовом противостоянии. Этой дуэли. Сложно бывает одерживать две победы. И дома, и в гостях. Но, мне кажется, Динамо и настроено соответствующим образом. И вполне по силам обыграть. Азарейл сегодня во второй раз, чтобы не доводить дело до этого самого лотерейного золотого сета. И за первую партию тоже нужно еще цепляться обязательно. Потому что каждый сет отнимает силы и отнимает нервы. В общем, можно доставать. Скидка Ковальчук. Но их тоже там опоздала Ковальчук. Да, чуть-чуть не успела Ольга Кржановская на эту скидку. Немножко, вот чуть-чуть какой-то подвижности не хватает на задней линии. На мой взгляд, достаточно откровенно сейчас скидку выполнял Ковальчук. И на самом деле там организованный двойной заслон. Надо было ждать такого действия со стороны ботинской нападающей. А у нас, к сожалению, вновь падает. Да, в приеме ошибаемся. И снова перед Катей Улановой оборвался этот мяч. Мелисанджело как будто решил отыграться теперь на наших принимающих. Вспоминая первый матч, когда мы ей устроили большие проблемы с приемом. 23-18. Это очень непростой получилась подача для приема. Ну, было касание блока. Это было и слышно, и видно. И судьи совершенно правильно сейчас отреагировали, отдав очко казанскому «Динамо». Хотя Саранзанелло показывает, что этого мяча не касалось. 19-23. Здорово. Высокая передача. Классный блок. Очень плотный. И хорошо сейчас блокировали Гамова и Борисенко. Некуда было деваться. А Полине Рахимовой. И снова три очка перевеса хозяев. Добивание от Марии Борисенко. Очень четко чемпионка мира скинула этот переходящий мяч под самую сетку. Но это, конечно, и мастерство, и опыт. Тут все вместе сыграло. Тут, пожалуй, больше опыт нужен в такой ситуации, когда концовка партии. И очень здорово, что Маша сейчас на первой линии. Наш капитан. В голову буквально тайской связующей попал мяч после сброса резкого. Мария Борисенко. И Фаик Гараев берет тайм-аут при счете 23-21. Свою еще пользу пока. А мы ждем продолжения нашего наступления в концовке первой партии. Самое время ломать сейчас соперниц. Психологически нанести сейчас такой удар тяжелейший в концовке. Сравнять и обогнать. Сравнять счет и обогнать. Соперниц, мне кажется, в этом случае уже не восстановится. Батинская команда от такого шатирующего удара. Но пока что продолжается подача Ольги Хрожановской. И, к сожалению... Ну вот после перерыва нужно было подержать. Конечно, сейчас хороший блок у нас на первой линии. И только держать подачу. Сетбол у Азерейла. При счете 24-21. Вместо Сары Анзанелла на подачу выходит Каролина Косок. Польская доигровщица. Три сетбол у Азерейла. Косок тоже, кстати, игрок сборной национальной команды. И все заканчивается в первой партии. Как раз благодаря вот этой замене, которую Файк Гараев очень удачно провел. Во-первых, взял удачный перерыв. И Решат Гелезудинов точно такой же таймаут вовремя взял. И наши соперницы потеряли подачу. Ну а теперь в конце пригодился таймаут Файка Гараева. Мы отправили мяч в аут. После него Ольга Хрожановская ошиблась. И вот такая замена. Да, мы не справляемся с приемом. 21-25. Казанская «Динамо» проигрывает первую партию ответного четвертьфинального поединка в рамках нынешней лиги чемпионов. Матч Казанская «Динамо» проводит сегодня с Батинским Зереллом на его площадке. То бишь вот в этом зале Дворца спорта столицы Азербайджана. Надо сказать, что буквально через несколько дней... Кстати, сегодня еще одна игра с участием российского клуба в этом зале. Да, а Мичка будет сражаться против Бакы, команда из Азербайджана. И старт этой встречи намечен на полдевятого вечера. Ну вот не знаю, сумеют ли вовремя начать эти две команды и не растянется ли наша встреча. Так вот, буквально через несколько дней после этой встречи этот Дворец спорта закрывается на реконструкцию для того, чтобы потом принимать участников Евровидения. Здесь будут проходить репетиции. Ну и, в общем, большие приготовления в Баку идут именно к проведению этого финала. Перестраивается бульвар, полностью строятся новые здания и, в общем, наводят красоту в азербайджанской столице. Ну, пока что ничего страшного не случилось. Казанская «Динамо» проиграла, как и в первой четвертьфинальной игре у себя на площадке Санкт-Петербург. В Казани Азербайджану стартовый сет. Тогда было 22-25, сейчас 21-25. Ну, уступили. В большом счету одинаковое начало двух поединков. Мы надеемся, что в дальнейшем все развернется в нашу пользу, как это было неделю назад в Казани. Вообще, надо сказать, что Азерейл самый раскрученный, что ли, бренд в женском азербайджанском волейболе. Было время, когда еще времена Советского Союза в Баку существовала команда завода бетонных конструкций. БЗБК очень неплохо выступала в сильнейшем, на тот момент, в Европе, да и в мире, можно сказать, чемпионате страны, чемпионате СССР. Регулярно попадала в призы. Наше уперенство команда БЗБК выиграла Кубок Кубка в 93-м году. Перу же не выиграла, простите, второе место заняла в финале четырех Кубка Кубка в 93-м году. Но от после распада Советского Союза команда БЗБК была переименована в Азерейл. И именно в этом клубе была сосредоточена, по сути, вся сборная страны, сборная Азербайджана. В 90-е годы, мы в начале 2000-х, в последнее время женский волейбол в Азербайджане переживает невиданный доселе расцвет. Создана своя профессиональная суперлига и в Баку проходит чемпионат с участием уже нескольких действительно очень сильных коллективов, за которые выступают сильные легионеры из разных стран. Ну, такие команды, как Рабита, мы знаем, чемпион мира действующий, финалист прошлогодней линии чемпионов. Ну, а когда-то, вот еще в начале 2000-х, ничего такого не было. В Азербайджане Азерейл представлял страну в городом-одиночке на международной арене. В 2002-м Азерейл выиграл Кубок Вызова, он же Кубок Кубков, он же на тот момент еще Кубок Топ Тим назывался этот турнир. И финал четырех проходил тогда в Баку. В 2011-м, то есть в прошлом году, этот успех был повторен. Тогда по сумме двух встреч Азербайджан переборол в финальной суперсерии Кубка Вызова, Батинский же Локомотив. Ну, а в Лиге чемпионов команда выступала регулярно на протяжении 2000-х годов. Лучшего результата добилась в 2004-м в финале четырех на Тенерифе, заняла четвертое же место. Ну, а вторая партия стартовала этого четверть финального важнейшего судьбоносного поединка. На кону стоит не больше, не меньше, как место в финале четырех, которое здесь же в Баку и состоится. Ну, и начинаем мы второй сет с подачи Марии Борисенко. Надо сказать, что Ольга Хоржановская осталась в составе. Именно она будет подавать. И удачными подачами нашего капитана набираем два очка. 2-0 повели. Надо развивать успех. Так и есть. Отличная атака в исполнении американки Ларсона. Несильная, но очень точная. Посмотрите, вот такой удар поверх рук блокирующих. С расчетом на то, чтобы мяч попал под самую заднюю линию. Но по пути еще чиркнул пальцы ботинских холеболистов. Этот мяч в результате замысел Джордан Ларсон обернулся выигрышем. Третьего подряд очка на старте второго сета. Но следом неточность при выполнении подачи. И 1-3 на подаче Перерек. Вот такая ошибка. Она, в общем, имеет право на жизнь. Маша выиграла, да. Во-первых, это начало партии. Во-вторых, человек уже со своей подачи очки выигрывал, затруднял. И вот достаточно хорошее начало для казанского «Динамо». Еще одно очко. Достаточно уверенная игра в атаке. Вот как раз, мне кажется, в этом компоненте у Ларсон не все получилось в первой партии. Мы напомним, что в недельной давности матча на своей площадке Джордан была великолепна. Сейчас Гамова атаковала, да, если не ошибаюсь. Ларсон как раз-таки, да, из четной зоны. Вот она была великолепна. И ассистировала очень здорово Екатерина Егаму. 18 очков принесла тогда американка казанскому клубу. Но вот в первой партии ответного поединка у нее не очень хорошо пошли дела. Сейчас она явно добавила на старте второго сета. Как будет дальше, мы с вами увидим. Пока что 5-1 и первый тайм-аут Фаика Гараева сразу же вынужден тренер азербайджанского клуба останавливать игру в дебюте второго сета. Потому что «Динамо» очень далеко убегает от его команды в счете. Пока еще не очень далеко, но достаточно далеко. 4-5 хороший задел для казанского «Динамо» так держать. Ну и если говорить о Лиге чемпионов, то у Казани вообще потрясающий результат. Команда дебютанта турнира. В прошлом сезоне девушки выиграли Кубок России и чемпионат. Именно поэтому участвуют они в Лиге чемпионов. И вот уже восьмерки сильнейших, да еще и сохраняют все шансы выйти в финал. Потому что очень, только с хорошей точки зрения, говорит о казанском «Динамо». Ну мы в следующем перерыве, вот в предыдущем мы рассказали про Батинский клуб. Подробнее о следующем тайм-ауте мы также вспомним про то, как в Казани зарождался женский волейбол. Учитывая, что две команды в Казани действительно вот таким вот волейбольным центром уже можно считать этот город, столицу Татарстана. И, конечно, все это ожидает большое будущее с учетом того, что универсиада проводится там совсем скоро. И, кстати, вот Екатерина Гамова планирует участие в записи роликов. Ее выбрали один из лиц универсиады. Вот такая интересная спортивная жизнь в татарской столице. Ну и очень приятно отметить, что не просто уже сильных легионеров приглашают играть за казанские коллективы. Ведется работать со своим подрастающим поколением, своя смена. Мы это как раз с вами имели возможность видеть крайне редкий случай, я вообще считаю, на уровне Лиги чемпионов. Вот в последнем заключительном поединке группового этапа Лиги чемпионов тогда в Чехии, вы помните, против Проштиева боролась Казанская Динамо. И мы, конечно, были, с одной стороны, обескуражены просто появлением в составе нашего чемпиона сразу нескольких 17-летних, замечательных, совсем еще юных волейболисток, одна или две из которых практически всю игру провели в составе. Третья выходила на подмену эпизодически. Не так важно, даже фамилии, в общем, еще толком не успели запомнить. Единственное появление было этих совсем молоденьких девушек и на каком сразу уровне в Лиге чемпионов. Можно только порадоваться, конечно, за то, что в Казани ведется такая работа с молодежью. И наверняка плоды, эти сходы, они будут в самое ближайшее время. Плоды этой работы дадут о себе знать. Снова блестящим блоком мы зарабатываем восьмое очко и уходим на первый технический перерыв по второй партии с преимуществом в пять очков. Восемь-три Казанская Динамо берет вроде бы контроль над игрой со старта, с самого начала второго сета. Про первый мы уже забыли, видим на лицах. Видим по лицам наших волейболисток, что не более чем осечка. И они сами считают, что с вами старт и вот эта неудача. Но еще раз повторю, так же было и неделю назад. На своей площадке такая же ситуация сложилась в игре этих команд. Ну а вот Файгара и его подопечник, конечно, сейчас надо каннибализоваться и предпринимать, в свою очередь, для того, чтобы какие-то аргументы в ответ динамовкам предложить. Ну и можно сделать, наверное, небольшой вывод, за счет чего у нас получается вести в счете. Прежде всего, за счет подачи, с которой начала партия Мария Борисенко и за счет качественного удачного блока. Ну и все, готовы на сервис подачи Джордан Ларсон. Небольшая пауза возникла, потому что, нет, мяч есть. Что-то сейчас еще приводит в порядок. Видимо, с болельщиками там разговор какой-то происходит, потому что нам сейчас показывают линейный арбит. А, вы знаете, может быть, вот вспышка эта мешает игрокам, потому что многие подсвечивают видеосъемку или фотосъемку. И, конечно же, такие вспышки во время матча, они запрещены. После такого небольшого, небольшой заминки удается хозяйкам площадки. Хитр Боун это была. Также американская волейболезка, член национальной своей сборной, которая блестяще выступила в минувшем сезоне. И тут же она блокирует один в один атаку Регины Мороз. Дама разбрасывала вдоль сетки, но там на чеку маленькая тайская связующая. Вот сейчас ошибается Валерия Каратенко, перемудрила она, решила нам так подрезать мяч под сетку. Неудобно для наших игроков первой линии, заставить их доводить. Но мяч в сетку не перелетел. 9-4 ведем во второй партии. Напомню, что в минувшем сезоне американская женская сбора на самом деле выступила просто блестяще. Выиграла гран-при очередной раз в своей истории. И также второе место заняла на Кубке мира, но получила при этом путевку, которая мечтала, путевку на Лондонскую Олимпиаду. Ну и второе место, по сути дела, заняла лишь американская команда, проиграв последний матч сборной Японии. Хотя основных своих конкурентов из Италии в предпоследнем туре переиграла. Просто не сумела команды настроиться должным образом, решив свою самую главную задачу. Ну и в общем, вот так вот наблюдая в отдельном за игроками, в какой форме находится связующая Берк. Играла она в составе Вилла Кортезе. Вот, пожалуйста, Хиттер Боун. Есть еще и Акин Радева, центральный блокирующий, который выступает за Краснодарское Динамо. Меган Ходж. Очень серьезная команда, и я думаю, что это один из претендентов на Олимпийское золото. Ну, учитывая провальные выступления бразильянок в минувшем предолимпийском сезоне, так, наверное, можно говорить. Ну, в Бразилии тоже не стоит враслить со счетов. Конечно, сейчас все будут готовиться, все будут возвращаться, даже те, кто, может быть, не принимали участие в прошлом сезоне к Олимпиаде. Все будут готовы на 100%. А американки, они, как никто другой, всегда готовы раньше остальных. И вот даже невооруженным глазом, судя по физической форме, вот в атаке сейчас как раз была Хиттер Боун. Я просто слышала разговоры о, может быть, лишнем весе там или... Ну, мне кажется, что это как раз физическая форма. Во всяком случае, я ни разу не видела у Боун затейкованное колено или, может быть, какую-то травму. Но это вот именно та физическая подготовка, которая необходима волейболисту. Ну, а наши девушки тем временем еще дальше в отрыв стремляются. 6, уже 12-5 после атаки результативной Леси Махно. В общем, все американские звезды, американская команда на наших глазах за сильнейшие европейские клубы этот сезон проводят. Ну, практически все. Вот интересно, только куда подевалась Дестини Хукер. В прошлом году играла в Италии за сковаление. Сейчас она вместе с Манон Флир из этой команды куда-то вот испарилась. И сезон подходит к концу. Ну, так мне удалось, в общем, определить клуб, новую прописку, место прописки вот этих двух замечательных фолейболистов. Звезд голландского американского волейбола Манон Флир и Дестини Хукер вполне возможно. Они также в Китае обосновались, как королены пистогранты. Все нам хорошо с вами знакомы. Знакомы. Может быть, в Японии. Ну, вот таких, такой информации не имею. 12-6 решат Гильзюдинов на ваших экранах. И пока что держим под контролем. Ну, и так поспокойнее стала игра по сравнению с первой партией. Во всяком случае, перестали нервничать. Вот если бы еще и перестали ошибаться в приеме, то было бы совсем замечательно. Ну, да, пока ведем, конечно же, не будем мы переживать из-за этой ошибки Джордан. Главное не ошибаться серийно. И сейчас уверен, Боун вновь в свою соотечественницу мяч направит с подачи. Лапсон справится с пламером. Снова неудобная подача между игроками. И немножко не поняли. Ларсон и Махнук тоже будут этот мяч принимать. Олеся в атаке. Очень хорошо. Сложно было ей атаковать на двойном блоке. Но там связка есть. Велисанджело по рукам. Нет, здесь, конечно, было и касание, и мяч попал в поле. Да, ну, в общем, в результате два очка проиграны. В конечном счете, конечно, отмечаем атаку реализации для игроков бразильской нападающей. Но все началось с приема. Но мы так как следует свою атаку организовать не можем. Да, именно поэтому, что не можем довести. В первом случае грубая ошибка. Мяч упал сразу же. И вот, кстати, третий подряд. А зачем Лесе сейчас пытается, мне кажется, не ее эти мячи, она пытается помочь Джордан на приеме. Ну, Лесе оттянута. Она участвует в приеме. И я думаю, что, видите, как хитро подает Боун к линии. По диагонали направляет мяч. У нас тайм-аут. Ну, и регулярно, да, мы видим серию очков, которые удается Азереву собирать именно на подаче американской доигровщицы. В первой партии, мы помним, на подаче Боун при счете решающий рывок, в общем, удалось совершить хозяйкам. Вышла она при счете 6-5 на подачу и довела до 11-5 в ходе своей команды. То есть 5 подач подряд и исполнили. То есть дает очень здорово. Классно. Может быть, сейчас наше примет решение чуть-чуть поближе Лесю подтянуть. Для того, чтобы они все-таки разделили зоны ответственности. Ну да, два последних не приема, исключительно не согласовывая. У нас три принимающих, хотя в приеме не участвуют. Вдвоем вот такую подачу мы не можем себе позволить принимать. У нас замена вместо Леси Махно вышла Ирина Кузнецова. И на этот раз не на подачу, а именно на прием. 9-12. Устанавливается щетку. Будет начать в игру. Жордан справилась сейчас. Есть у нас доигровка. Атака первым темпом за головой. И Мария Борисенко просто здорово она сегодня атакует. И мне кажется, нужно доверять ей больше. Понятно, что не всегда есть для этого возможность. Но вот видите, с одним блоком ее оставила Ольга Хоржановская. И сейчас как раз Кузнецова будет подавать. Кажется, еще и с точки зрения технического исполнения, Таня, тебе как никому это известно. Передача с забеганием, передача, как правило, за голову выполняется, да, связующая. Наверное, она технически сложнее, чем просто подкинуть мяч повыше. Мне кажется, что вот Маша, она такой игрок, который на высоте ловит мяч. И с ней как раз играть просто. Главное, нужно, чтобы мяч не обрывался, чтобы она не била его по опусканию в блок. А вот именно такой летящий мяч, чтобы она его снимала там, где ей удобно. Неудачно сыграно опрыгнулась как раз Мария Борисенко, но она не должна принимать... Ну вот не первая подача, которая обрывается сегодня, и это сейчас была связующая, тонкая. Нет, это был не мяч Марии Борисенко. Может быть, чуть-чуть она перекрыла видимость. 11-13. Сейчас подача вверх, и к такому перелету мы успели, зато передача чуть-чуть не в темп получилась. Вот будем хорошо доводить. И, конечно же, снова на Марию Борисенко. Вот совершенно правильно сейчас действует Ольга Хоржановская. Здорово она разбирается в ситуации. 14-11. Два очка очень важных команды приносит капитан Мария Борисенко. Еще раз на повторе покажу, как Мария выиграла второе. Свою очковую перестановку. Теперь она ушла на заднюю линию и выполнила подачу. Ковальчук задевает, атакует леворукая нападающая. Сейчас очень она так хлестко ударила по мячу. Мы с вами видели. 12-е очко Оксана Зарева приносит. А на подачу выдвинулась бразильская львовистка Перейра. Ох, на чистой сетке. И все-таки в руки Каратенко мяч попадает после атаки Ларсон. А сейчас на два блока. Вот здесь вот, конечно, нужно было найти заднюю линию в первой зоне. Чуть-чуть заставить перемещаться блокирующих. Очень откровенная передача. Анзанелло даже не пришлось шагом сделать. Она прыгнула и перенесла руки. 13-14. Совсем близко к нам Азерею. Все-таки, наверное, пора уже и махну обратно на площадку возвращать. Смотрите, на сей раз уже Ирина Кузнецова не может с улановой мяч поделить. Наверняка Делизубинов сейчас сделает обратную замену. А пока что мы наблюдаем. К сожалению, еще сравнивается неприятная картина и тайм-аут нашего главного тренера. Причайте, 14-14. Хотя мы лидировали, напомню, с огромной разницей. Очковые 11-4. И тогда вот он еще сказал, что ничего страшного проиграть одно очко на подаче. Сорвало прием американки Джордан Ларсен. Вот с этого момента, что и началось, на подаче хитер-бол. Соперник начал к нам подтягиваться. И причем так решительно и быстро это сделал, что мы, в свою очередь, ничего не смогли противопоставить на этом отрезке матча. Азереллу еще сравнял с 4-11, 14-14. Семь очков удалось отыграть хозяйкам. Но это, конечно, остороживает. Переэра будет продолжать подавать. Кузнецова остается на площадке. Сейчас хороший прием организовала и Гамова забила. Удачно отыгравшись. Вот как важно присутствие Екатерины Гамовой. Действительно, она лидер. Она вот такие мячи забивает и снова счет становится в нашу пользу. Всего лишь минимальный. Возможно было вообще упустить инициативу из рук после вот такого отрезка. Растеряли преимущество. Ну вот, теперь будем бороться и продолжать набирать очки. Ай-яй-яй, ошибка. Похоже, Хрожановская в сетку залезла. И сетку Оля коснулась сейчас. Потому что очень сильно накинула на сетку наша защитница. Не заметил, кто это был. По-моему, Хрожановская в сетку. Как раз в тебе неоправданно. Неоправданно сильно подбросила мяч. А застук был Оля. Ну, потому что на повторе видно, да, да. И надо сказать, что обе наши связки, и Марина Побешина, и Оля Хрожановская, они могут здорово сбрасывать. Просто блестяще обманывала Марина в первой встрече. И Ольга может исполнять то же самое, затягиваться, показывать передачу. Но сейчас наша связующая на задней линии. Просто наша доигровка была практически стопроцентная в этой ситуации. И вот из-за такой невнимательности, да, проиграли очко. Тем не менее, бьет ваут соперницы. И, похоже, это была Ковальчук. Оксана Ковальчук ошиблась. И на второй технический мы ведем плюс один. Мунимальный перевес. Остается у Динамо. Значит, что-то серьезное в игре Лехи Макно не устраивает нашего главного тренера. Раз он ее оставляет, как долго на скамейке запаснуть. Все-таки успела поошибаться уже Ирина Кузнецова. Конечно, ошибки в приеме. Они просто не дают нам играть дальше. И поэтому сейчас на задней линии Кузнецова. Ну, праздничная атмосфера в зале, как это всегда бывает на матчах. Малибольный лигий чемпионов, понятно. Финал Лиги чемпионов, кстати, будет проходить в другом зале. И там уже была комиссия из Европейской конфедерации. Очко с подачей, да. Великолепно. Ларсен отличилась. Это эйс американской звезды. Ее-то лично наверняка первой в этом поединке. Ну, посмотрите, какое попадание убедительное. И Каратенко там близко даже не была к этому мячу. Ее тактическая ошибка. Ну, и подача была просто очень точная и мощная. В исполнении нашего лидера. Американская двигатель. Ковальчук исправляется. Не забила из четвертой зоны, зато забивает из второй. Так вот, Европейская комиссия осталась довольна подготовкой к финалу. И осматривали они и отели, в которых будут проживать команды. И, в общем, всю инфраструктуру для проведения финала Лиги чемпионов. Вот весь вопрос теперь только в том, попадет ли туда Бакинский клуб. Хотя бы один из двух. Мы уже про это говорили. Но сейчас ошибку на приеме в ночь допускает Ирина Кузнецова. Мы видим, мяч перелетает после ее подставленных ею рук на сторону соперни. Следует четкое добивание. Счет сравнивается. Вновь 17-17. Был 14-14. Затем вновь удалось вернуть небольшой просвет. Динамовкам довести до плюс-два. Счет 16-14 был. Напомню, нет, 17-15. И сейчас вновь полное равенство. 17-17. Коса, кстати, опять появилась на площадке наших соперниц. Сейчас Гамова не замечает по-прежнему блока и добивает этот мяч до пола. В ответ соперницы улыбаются. Но, конечно, непрекрасно понимают, что атаки лучшей нападающей мира невозможно. Регулярно закрывать блоком или отражать в защите. Поэтому приходится мириться с тем, что какой-то процент ударов нашего лидера будет просто неотразим. Они к этому готовы морально. Ох, зрячий очень хорошо. По линии укладывала этот мяч Катя. Но все-таки не забила. Еще одна тайская волейболистка на задней линии. Второй номер ее. Это еще одна либера, наверное, так можно сказать. Но сейчас она в форме полевого игрока. Заменил этот Косок никого-нибудь Полину Рассимову? Да, много очень она ошибалась. И мы ее прикрыли блоком. Именно поэтому Косок играет сейчас. И я думаю, что Азерейл пытается усилить свою игру на задней линии. Вот с присутствием этих двух человек. Очень сложно складывается второй сет. Его начало прошло под диктовку клуба из Казани. Но теперь боремся на равных. Пока ведем 19-18. Перерра, по-моему, бьет в аут. Не было касания блока. Отведенный мяч. И такая высокая-высокая атака. А выше блока далеко в аут. Очень внимательно нужно доиграть эту концовку. Главное, без собственных ошибок. Ну что ж такое. Возвращается Анзанелло на первую линию. Ну, тем не менее, в случае выигрыша очка на подаче Хитербова. Двухочковый просвет динамовскому удастся восстановить. И так и есть. Или нет? Поспешил. Справились с атакой Кати. Перебросили мяч на нашу сторону. У Борисенко на все раз атака не получилась. Вот, кстати, и была сейчас крупным планом Оксана Пархоменко. Сместе с сестру. Наблюдает за игрой своей команды. Вот тут мы не боролись на блоке. Очковый атаке Томком будет записано. Томком. Тайское связище, да? Еще сравнялся. 20-20. Страхуем. Ну, и здорово. Маша Борисенко стопроцентно действует из второй зоны. Ну, и тем временем Леся Махнов все-таки в игру-то вернулась. Да, вот не показывает нам некоторые замены. И еще раз обращаю внимание, что два лидера у нас принимают участие в игре. Сейчас на задней линии Елена Ижова. 21-20. Закрываем. Закрываем атаку Ковальчук. Она теперь играет по диагонали связующей после ухода Полины Рахимовой. Перестроилась команда. Согласно решению главного тренера Фаика Гараева. Ну, а Бразилианка Перейра и Косак работают на приеме. Ну, в общем, Оксана Ковальчук как раз в нашем чемпионате, когда выступала, она как раз на позиции диагональной играла, да? Ну, Ковальчук и в первой встрече играла на позиции диагональной. Она по расстановке идет как раз по диагонали со связкой. Ну, в любом случае, Полина Рахимова освобождена от приема в ботинской команде. Ну, просто такая расстановка своеобразная, оригинальная по замужу Фаика Гараева. Сейчас Полина Рахимова отдыхает. Еще раз напомним, это был тайм-аут главного тренера Зерейла. При счете 20-22. Олеся Махно выполнила подачу. Косак справилась, Перейра забила. Да, не сдаются хозяйки площадки. 21-22 в конце второй партии. Очень внимательно отправляется на подачу связующая Зерейла. И снова у нас нет доводки. Простая передача в четыре. Ларсен не забила. В ответ Перейра. Вот проваливается мяч. Вроде бы поджидали ее вдвоем. Но позволили мячу пройти между руками и сеткой. И снова от того, что не можем довести мяч, Хоржановская вынуждена бежать. Вынуждена в движении выполнять передачу. И Ларсен, конечно же, не могла рисковать. Совершенно правильно все сделала. Накатом по высоте пыталась обыграть блок. 22-22. Сравнился счет. Махно подставила достаточно удачно руки на приеме. Но Игамова уже, конечно же, будет в центре. Опять отскок от блока мы допускаем. А тут Хоржановская оставляла мяч в шестой зоне. Снова пасовала откуда-то с трех метров. Ну вот три подряд очка набранных Азерелла. 22-20 мы вели. Сейчас уступаем 22-23. Отдем на очко. Уступаем на подачу тонко. Надо во что-то не стало сниматься. Опять остаемся без первого темпа. Сложная атака для Ларсен. Пыталась перебросить блок, но ничего не вышло. Там, конечно, Анзанелла, когда она на передней линии играет. Это настоящая стена в лице итальянской центральной блокирующей. Ну там уж не такая большая заслуга блока, как просто плохая наша доводка и плохая организация атаки. 24-22, двойной сетбол имеют хозяйки. Лену Ежову нам показывают. Принимала Леся Махно и переходящий. Здорово, что сейчас Ежова на задней линии достала. И молодцы девчонки, что не перестали бороться. Очень сложный мяч сейчас выиграли. Один сетбол отыграли. И будет подавать капитан при счете 23-24. Ларсен здорово по линии, конечно, здесь мяч увела. И сократила отставание. Но вроде бы у Динамо все было в руках на протяжении всей второй партии. Пока еще остаются у нас шансы. Достигал, естественно, 7 очков. Потом вот 2 балла вели на протяжении долгого времени на жулиболезке. И дрогнула рука сейчас у Марии Борисенко. По-другому ты и не скажешь. В такой момент сорвать подачу, конечно, это очень обидно. 23-25 в результате мы проигрываем. Упускаем. Упускаем вторую партию. И теперь уже счет по светам 2-0 в пользу наших соперниц. Упускаем. Азербайджан, чемпион. Недавность в Казани завершилась со счетом 3-1 в пользу нашего чемпиона. Ну и сейчас, конечно, очень сложная ситуация попадает в команду Решат Белезудинова. Играть 0-2 в женском волейболе достаточно регулярно мы эту картину с вами наблюдаем. Вполне можно и по силам, конечно, нашей команде. Но потому как развиваются события, особенно обидные, они развивались во второй партии, который мы вели на протяжении практически 7 этой партии. Начиная с огромного 7-очкового отрыва в начале 11-4 был счет. Затем позволили соперницам другого слова не найти. Именно позволили им в сжатой сроке сравнять показатели с 11-4 счет становится 14-14. Ну и затем все-таки вот такое двухочковое преимущество было постоянно на стороне Казанского «Динамо». Мы вели 17-15, затем 22-20. И казалось, что все-таки должны свое взять в конце второй партии. А в результате дело обернуло в том, что проиграли на подачах тайской связующей Озерейлы к Тумкум. Сколько? Четыре очка? Три очка подряд. Три очка подряд проиграли. И с двойного сетбола уже «Динамо» спастись не удалось. 23-25 уступили. В запасе, конечно, экстрасет у нашей команды остается в любом случае, при любом раскладе. И то, что команды примерно одинакового уровня в этой дуэли сошлись на стадии четвертфинальной женской лиги чемпионов. Это было понятно еще по первой игре, которая в Казани проходила и завершилась победой «Динамо-3-1». Но очень упорно по партнему все тогда было. Ну, в общем, я даже не знаю, кого можно из этой оставшейся восьмерки в женской лиге чемпионов назвать более слабым или более сильным соперником. Все команды достаточно равны, и каждая из них может преподнести сюрприз. Мы помним, как в прошлом сезоне в Фенербахче, уже будучи заранее в финале, который проводился в Стамбуле, в общем, был одним, я бы сказала, самым явным фаворитом лиги чемпионов и неожиданно проиграл в полуфинале другой турецкой команде в Акифбанку. Поэтому здесь сюрпризы могут быть на каждом этапе. Но я все-таки надеюсь, что сегодняшнюю встречу наши девушки должны довести до победы, где бы она ни случилась, или в пяти теперь уже партиях, или уже в дополнительном золотом сете. Ну, у нас началась третья партия, и первая очка достается соперницам на нашей подаче. Первыми подавали «Динамо» и «Перейро». Вот капитан Азерела, я думаю, у меня не обманывает впечатление, она забила первую очку, и вообще этот матч проводит очень здорово. В той партии очень важные мячи, пусть не явно в пол вколотила, но очень много от блока отыграла и принесла своей команде важные мячи. Мы сразу обратим внимание на то, что Полина Рахимова вернулась на площадку, все остальные у Азерела на своих местах. Тумкум пасует по диагонали Ковальчук, Рахимова и бразилянка Перейро в доигровке, Анзанелла и Хитербоун в центре. Валерия Каратенко сейчас принимала, она либера. У наших девушек Ольга Хоржановская пасует, ее номер четвертый, Гамова под одиннадцатым, в центре Регина Мороз и Мария Борисенко, и наши доигровщицы Джордан Ларсон, по-моему, Леся Махно. На площадке Елена Ежова сейчас наша либера, ее номер тринадцатый. Ее номер тринадцатый, которые начинали этот поединок составить казанскую динаму за исключением Ежовой, тогда в старте вышла Уланова. Ну и вот провал Ларсон на приеме очередной, к сожалению, в этом матче. Приходится констатировать, и Эйс будет записан на персональный счет бразильянки, который вот явно первый матч для нее не сложился, да, не получилась. Игра в Казани для Перейры, и вынужден был Гараев ее поменять на польскую доигровщицу Косок, а сегодня она едва ли не лучшая в составе наших соперниц, это именно капитан из Бразилии Перейра, потому как она провела и концовку от предыдущего сета, очень много важных очков в команде принесла, потому как она выполняет подачу. Да, есть три человека в составе Азерела, на подаче которых получаются хорошие серии. Это Перейра, Боун и Тункум. У нас пока такая серия получилась только у Марии Борисенко в начале второй партии. Ну и вот видите, что происходит уже на старте третьего сета. Наш экран на Хришат Девизуддинов. 1-4 его команда проигрывает, но, к сожалению, не слышим, что говорит наш наставник своим подопечным. Но ситуация на самом деле не просто угрожающая, а очень-очень тяжелая. Это для спасения, будем говорить, этого ответного четвертьфинального поединка. Ну, по нынешним правилам, конечно, крайне сложно рассчитывать, если это надо отдать должное, да, Таня, я думаю, смотреть объективно на вещи. Крайне сложно одерживать две победы на заказ над такими равными командами, с которыми сталкивается любой европейский клуб на этой стадии. Ну, понятно, что если говорить о физическом состоянии, наверное, то нашим потяжелее сегодня, потому что был перелет и в игре в чемпионаты России, потом перелет в Баку. Ну, все равно это смена погоды, это дополнительное перемещение на самолетах. Всегда тяжело для высоких девушек. Азираил готовился дома. Они вернулись из Казани и, в общем, перед этой игрой больше никуда не ездили. Ну, удается очень хороший розыгрыш сейчас выиграть Динамовкам. Один из самых затяжных в этом матче. Действительно, обе команды боролись отчаянно за это очко. Достался они в конечном счете нашей команде, приятно отметить, за счет усилий блокирующих. В конечном счете это произошло. Хржановский выполнила подачу, но Анзанелло снимается. 5-2 Зирейл. Своё лидерство удерживает. Ну, Казанская Динамо, как вы знаете, было создано в сентябре 2002 года. Правда, тогда команда называлась Казаночкой. Кстати, пару первых сезонов, мы об этом говорили, по ходу трансляции в 2005-2006, 2006-2007. За Казаночку отыграла нынешняя ботинского клуба Оксана Ковальчук. Американская звезда, диагональный Таиба Ханев успела отметиться в Казани также в сезоне 2007-2007 годов. Ну, а настоящий прорыв случился в 2010-м, точнее, после 2010-го года. С приходом лучшей нападающей мира Екатерины Гамовой, Татьяны Кошелевой, американка Джордан Ларсон. Ну, и выиграл чемпионат России. Казанская Динамо, кубок страны. И теперь вот дебютирует в Лиге чемпионов. Кстати, в нынешнем чемпионате за три тура до финиша Казанская Динамо лидирует на очко, опережая Уралочка НТМК 43-42 балла, соответственно, на счету команды. Ну, и также начнется наш женский плей-офф сразу с полуфинальной стадии, как вы знаете, и на места в четвертия. Сильнейших претендуют также, помимо Казанская Динамо Уралочки, Московская Динамо, Амичка, Краснодарская Динамо, Протон и Новорингойский Факел. Пока что вот эта шестерка не потеряла шансов пробиться в полуфинал первенства России. И снова очень длинный розыгрыш. У Гамовой практически не было сейчас ни доли секунды для того, чтобы еще раз делать шаг назад и хорошо разбежаться. И, к сожалению, вот такой вот розыгрыш мы проигрываем. Хотя неплохо отработали и в защите, и, в общем, поборолись на блоке. Отчаянная атака Полины Рахимовой увенчалась успехом. Я думаю, 17-й номер была сейчас, спина на ваших экранах. 198 сантиметров рост Полины Рахимовой. Ну и вот, судя по ее, конечно, восхождению в последнее время, она очень давно выступает за свою национальную сборную и за ведущие азербайджанские клубы. У нее хорошая перспектива. В будущем, конечно, новой Гамовой назвать нельзя. Эту азербайджанскую волейболистку. Но, как знать, в дальнейшем она, вполне возможно, очень серьезного авторитета может превратиться в мирового уже волейбола. Но у нас пока что по-прежнему не лады на приеме и полный, в этом смысле, провал. 3-8 по первому техническому в третьей партии. Ну что, сейчас можно посоветовать, Таня Решатка движет где, но... Ну, пока мы не начнем принимать... Да, в общем, ничего не... Нечего сказать просто. Каким образом наладить прием? Это уж вопрос самим волейболистам, потому что, в любом случае, они на площадке находятся. Во всяком случае, все возможные замены для усиления задней линии наш главный тренер уже сделал. И вот пока в третьем сете уступаем 3-8. И ничего, картина в приеме у нас не меняется. Но работает блок, нельзя сказать, что мы как-то пропускаем нападающих, или кто-то там особенно у нас гуляет на сетке. Ну вот, с приемом пока справиться не можем. Ну и снова Хоржановская вынуждена снизу подбивать мяч в четвертую зону. После атаки нашей доигровщицы Джордан Ларсон мяч блока не коснулся. Таня, я не знаю, могла ошибаться, конечно. Как мне кажется, то, что сейчас происходит на площадке в Баку, и это прямое следствие того, что случилось во второй партии, упущенная победа со счета 11-4. Да, конечно, очень обидно. Мы дали, наверное, и очковое преимущество, и психологическое отдали соперницам. И не смогли уже. Потом был у нас шанс, конечно, мы снялись с первого сетбола и могли потом побороться за партию, но потеряли подачу. Опять же, собственная ошибка помешала нам как-то зацепиться за сет. Ну вот блок работает. Блок работает, можно играть. Во всяком случае, не дали мы дальше убежать Азерейлу. 4-9. Будем теперь догонять. У нас Ирина Кузнецова под вторым номером на задней линии. А на подаче Регина Мороз. При прочих раундах, конечно, в игровом спорте, в волейболе в частности, очень важно, какой из двух команд удаст вот этот кураж. Есть такое слово. Прекрасно, наверное, знаете, что оно означает. Какой-то эмоциональный подъем, какая-то суперигра, когда команде удается зачастую прыгнуть выше или отдельно взятому спортсмену выше своего потолка. Ну, кому удается этот кураж поймать, конечно, особенно в такой важной ситуации, в такой судьбоносной встрече, за какой мы сейчас с вами наблюдаем. Из таких тяжелых ситуаций приходится атаковать нашим нападающим. Постоянно мяч доводится из шестой зоны. И теперь уже даже не связка выполняет вторую передачу, потому как добежать к нему просто не имеет возможности. При счете 4-11 перерыв берет Казанская Динамо. Ну, и у нас Махнов вновь потянула площадку. Вышла Ирина Кузнецова на ее позицию. Вот прав сейчас Александр Перепелкин, помощник главного тренера. Нужно выиграть отрезок, нужно выиграть серию. Пока у нас отдельные мячи получаются, как только мы отыгрываем подачу, сразу же отдаем очко сопернику. Ну, это был тайм-аут Казанского Динамо, решат Дильзутдинов. И счет на табло, мы с вами видим, 2-0 в пользу хозяев. 11-4 в третьей партии точно такой же был счет. Вот так же ввели мы во втором сете, да, который проиграли. В втором сете в нашу пользу. Посмотрим, что получится. Ой-ой-ой. И очко с подачи выигрывает Полина Рахимова. Все как бы наоборот происходит. Еще больше бегают вперед еще на одну очко. Совсем не лишнее, естественно, бегают вперед соперницы. 12-4. Может быть, как раз какое-то мимолетное расслабление случилось в рядах Казанского Динамо, при этом самом счете предыдущей партии. Вот посмотрим, да, случится ли оно у наших соперниц при точно таком же счете. А пока Мария Борисенко между зон атаковала. Достает Ежова этот переброс двумя руками. И вот осталось, не успела сейчас поменяться связка на край. Боун с краю блокировала. И Джордан Ларсон атаковала в ход. Но в площадку снова не попало. 13-15. И в общем и целом, конечно, Американка не лучший. О, 13-5, простите. Не лучший пока матч. Проводит. Ну, в общем, как и вся, конечно, казанская команда. Борисенко снимается очень хорошо и красиво. Ну, потому что есть качественный прием. И из таких приемов Хоржановская будет задействовать атаки первым темпом. Она будет играть быстро с гамовой на задней линии. А так пока только вынужденные передачи получаются, на которых нашим нападающим очень тяжело бороться. Ларсон Ваут. Ну, конечно, тут трос сыграл не за казанская Динамо. Ну, очень много собственных ошибок мы совершаем в третьей партии. Томкум подает. Рахимова забивает. Ну, вот против тройного блока сейчас Полина атаковала. И мяч не коснулся рук наших блокирующих. Очередной очко Азереева. 15-6. Это, конечно. Катя, скидывает. Ну, снова неудобно. Снова неудобно. А теперь неудобно и Мария Борисенко. Она просто перебрасывает мяч в аут. Ну, вот все по разу уже ошиблись. Оставила лишь мяч в игре Ирина Кузнецова. Но я думаю, что она как раз третий нападающий, который должен сейчас атаковать. Есть Гамова, есть Борисенко. И только потом Ирина Кузнецова. Полная противоположность тому, что мы наблюдали с вами в предыдущей партии. Как раз интересно было посмотреть. С одинакового счета как бы начали новый отсчет. За счет 11-4 в этом сете. Таким он был в предыдущей партии, только в пользу нашей команды. И вот посмотрите, насколько разная ситуация складывается. 16-6. Еще больше нарастили свой перевес хозяйки. 16-6 теперь уже, наверное, вопросов не возникает в окончательном исходе ответного четвертьфинального матча в Баку. Но, как мы знаем, в запасе у Динамы есть экстрасет. Думать даже о золотом сете нужно заиграть в этой партии. Пусть мы ее не выиграем. Хотя за нее можно бороться и можно еще выиграть эту встречу. Разные бывали ситуации в женском волейболе. И у нас есть люди, кто из таких ситуаций не раз выходил в своей карьере. Так вот, для того, чтобы думать в случае поражения о следующей партии, нужно начать играть в этой. Проще всего подумать, но не получилось, не задаваясь игра в этом ответном поединке. Но как бы все начнется сначала в экстрасете, короче, и там-то Динамо выйдет и свою игру покажет. Совсем не так. Мы как раз говорили про тот кураж, который сейчас на наших глазах обрела ботинская команда. Которая очень может ей пригодиться и в дальнейшем. Потому что это очень важная составляющая, которая частенько приводит к победе в матчах равных. Команда. Одну очко отыгрываем после второго технического тайм-аута. Благодаря усилиям Марии Борисенко делается счет 7-16. Невразумительная попытка сыграть через центр. Сейчас заброшенная за голову передача под атаку Ларсен. Не в темп получилась эта передача. Да, Ларсен гораздо быстрее выходила к мячу. Ну и сейчас Изирел действует очень уверенно в атаке. Оксана Ковальчук своей левой. Отправляет мяч мимо нашего блока. Да, мы говорили, что самый результативный регулярный состав Изирел становится Полина Рахимова. Но вот в этом матче все совершенно по-другому мы с вами видим. Происходит и вовсе даже не Рахимова, восходящая звезда азербайджанского волейбола, а бразильянка капитан Переро и, конечно, Оксана Ковальчук. Организуют игру своей команды в атаке в первую очередь, конечно. Ну и на приеме тоже являются лидерами коллектива. Доигровка Ковальчук. Ну, естественно, в общем, все получается сейчас у хозяек 19-7. И судьба экстрасета уже, будем говорить, определена. Пока что в нынешней лиге чемпионов всего лишь два золотых сета состоялись. На стадии предыдущей по одному в одной восьмой финала у женщин. И на раунде, и в раунде 12 у мужчин были сыграны. Там, конечно, потрясающий совершенно этот самый сет. Ну, как и оба матча с участием Кунио и Мочераты прошли. И победа в экстрасете досталась, конечно, с счетом Мочерати со счетом 16-14. А до того на тайбрейте с точно таким счетом команда Альберто Джулиани обыграла Кунио. Это был мужской золотой сет. Ну, а в рамках женской лиги чемпионов на стадии одной восьмой финала... Робита. Робита переиграла сопер, да. Да, у нас 8-20. А вот могу сказать, хорошо, что ошиблась Перейра, потому как мы не знали мы уже, что поделать с ее подачей. Зато теперь зарабатывает очко Ольга Хоржановская. 9-20 становится счет. Ну, огромный отрыв хозяек. Ну, и мы говорили, что, да, Робита, Батинский клуб завтра здесь живут, в этом зале. Робита играет на выезде. А, на выезде в Стамбуле сыграет ответный повединок с командой Любови Соколовой и Финербахчи. Первый матч Робита уступила 0-3. Завтра попробует отыграться. Ну, а за две остальные путевки в финал четырех, который пройдет в Баку, идет борьба между турецким Ватифбанком и французским Каном. Там первую игру на своей площадке Ватифбанк легко выиграл в трех сетах. И также две итальянских команды, Воли из Бергама и Карнаджи и Тортези, будут решать, кто больше достоин места в финале четырех. Ну, а... 22-9. Ну да, вот Ларсон и Лава. Да, азербайджан. Азербайджанский клуб еще одно очко с подачи добывает, делает это второй номер. Сейчас будет небольшой перерыв между основной частью поединка и дополнительным экстрасетом. Не знаю, минут пять, наверное, будет отведено командам для того, чтобы... Еще подачу разыграют. Да. Да. Разгром получается в третьем сете. 23-9. Ничего такого мы не ожидали, но это, конечно, бывает. Но мне кажется, сейчас подающие Азерейла даже не особо задумываются, куда подавать. Вот настолько плохо мы принимаем, что и Джордан Ларсон ошибается. Вот как это ни странно. Я, честно, первую игру вижу вот такую неудачную в исполнении американской доигровщицы на приеме. И вот Катя Уланова вернулась на заднюю линию. Ну, Ирина Кузнецова. Ей, конечно, можно сделать скидку. Она все-таки игрок не основной. До этой игры она выходила только для выполнения подачи. И, может быть, на какие-то короткие отрезки на заднюю линию. Ну, посмотрите, 24-9. Это, конечно, невероятное происходит сегодня в Батинском дворце спорта. Такого счета с участием Казанского Динамо мы, конечно, с вами не помним. Сами казаночки, конечно, обыгрывали соперниц. Наверняка где-то близко с такими показателями. С огромной разницей в партии. Но наверняка и не раз мы это делали. Ну, чтобы проигрывали со счетом 11-25 или 10-25. Такого, конечно, припомнить просто невозможно, потому что на нем не было никогда. Ну, команда-то еще молодая. Все впереди. Ну, вот еще один эйс. Ирина Кузнецова хорошую подачу выполнила. 11 по указанию. Ковальчук на сетку передачи. Могла только сбрасывать. Ну, и тут же Дарим переходящий. Хитр Боун в центре забивает этот мяч. 25-11. Итог третьей партии. Итог, скажем, основного времени матча. 3-0 в пользу хозяек бакинского Азерейла. На лице Фаика Гараева вы обратили внимание, несмотря на вот такую чистую, сухрушительную, можно сказать, победу своей команды над чемпионом России. И в трех сетах 25-21, 25-23, 25-11. На лице Фаика Гараева абсолютно ни один мускул не дрогнул и не отразилось ни малейших переживаний. Никакой радости мы на его лице не видели. Потому что прекрасно понимает наставник бакинского Азерейла, что самое главное. Пока что задачу минимум решили его подопечные. Счет по матчам сравнялся. Начать от финальной стадии противоборства с казанским Динамом. Удалось отыграться на своей площадке бакинскому клубу. И гораздо легче они, конечно, это сделали, нежели досталась победа казанскому Динамо в первом поединке. И как раз сейчас хорошо отметить, да, вот в нашу пользу как бы сыграл нововведение. Да, вот я тоже хотела сказать о правилах, которые мы ругаем с начала сезона и говорим, что несправедливо выигрывать первую встречу. И потом не учитывать результат по сетам второго матча. Но вот сейчас, с учетом того, что первый матч мы выиграли 3-1, уступили 0-3 и имеем право играть еще одну дополнительную партию. Здесь, конечно, правила на нашей стороне. Очень не хотели мы сегодня видеть этот золотой сет. Но, видимо, придется нам еще чуть-чуть попереживать за наших девчонок. И продолжаем надеяться на то, что Динамо-Казань сейчас будет все-таки той командой, которую мы привыкли видеть. Преобразится. Команда решат Лизетдинова. На одну партию вполне можно все-таки собраться и настроиться. Очень важная партия. Совершенно справедливо Татьяна говорила, что чудеса бывают крайне редко. Потому как проиграли третий сет, в общем, шансов мало. Ну, главное, что есть у нас люди, которые вот сейчас в силу своего опыта, наверное, могут забыть все, что было раньше и выйти играть с чистого листа. Как раз бросая жребий арбитра. Напомню, что обслуживает эту игру итальянский рефери Артура Джакомо, его помощник из Греции. Он как раз сейчас подбрасывал монетку, кому достанется подача. Сейчас мы все с вами увидим. Но через какое-то время, возможно, несколько большие паузы, нежели обычно бывают между партией и основными. Пятый решающий, называемый тайбрейком. По тем же правилам тайбрейка проходит и экстрасет. Но вот пауза между окончанием основной части встречи и началом этого экстрасета может быть несколько увеличена. С трех до пяти минут, возможно. Сейчас мы все узнаем. Но пока что счет матча на ваших экранах неутешительная для нас цифра. Мы надеемся на то, что здесь нам остается на преображение казанского «Динамо» в экстрасетке. И сегодня же, напомню, еще одна трансляция вас ждет. Прямая на сей раз мы будем в 22.40 на канале онлайн вести для вас прямую трансляцию с Германией об ответном поединке с участием местного Фридрис Хаффина и нашего казанского «Зенита». Новосибирский «Локомотив», как вы знаете, с турецким «Аркасом» сыграет четвертый ответ на свой поединок. Ну и вот еще раз напомню о том, что сегодня же в Баку чуть позже состоится ответный поединок 1-4 финала Кубка Вызова с участием клуба «Бати» и нашей «Амички» команды Владимира Ивановича Куджуткина. Первый матч дома у себя «Амичка» выиграла в пяти партиях 3-2. Не так важно, с каким счетом главное, что выиграла. И поэтому как раз так же, как казанский «Амички» «Амички» золотой сет обеспечен. Сегодняшнее противостояние. Но пока что, конечно, все наши мысли. Добавлю только, что еще одна команда из Баку. «Локомотив» будет сражаться с чешским клубом «Кралово поле» первую встречу. Также команда проиграла. И все это было 22 февраля. Все бакинские клубы уступили в своих поединках. И вот обещали болельщикам и руководителям исправляться. Исправляться сегодня. Ну, посмотрим. «Азерейл» пока к этому идет. А мы, наверное, предлагаем забыть все, что было раньше. И начать с новой силой поддерживать «Казанская Динамо». Потому как очень важная партия. На кону стоит выход в финал Лиги чемпионов. И теперь уже и «Казанская Динамо», и «Бакинский Азерейл» от этого шага отделяет всего лишь одна золотая партия. Которая, как мы уже сказали, проходит по правилам тайбрейка. Не совсем понятно, почему преимущество своей площадки получила в этой четвертьфинальной дуэли «Бакинская команда». В общем, это все сейчас уже не имеет никакого значения. И мы видим счет на экранах 3-0. Матч ответный выиграли хозяйки, волейболисты «Бакинского Азерейла». А сейчас начался экстрасет. И первыми подавали наши волейболисты. Екатерина Гамова в первую же доигровку, образовавшуюся, реализует атаку из-за трехметровой зоны. И приносит «Динамовкам» первую очку 1-0. На старте экстрасета. Видите, блока практически там не было со стороны. Да, правильно. «Казановская» разобралась с этой ситуацией. И сейчас как можно больше надо доверять Кате. 1-0. Отличная подача полетела сейчас с нашей стороны. Ну, ну, надо бежать. Ну, что ж такое. Не поняли друг друга. Вот не такой сложный был мяч. Но не разобрались Леся, Махно и Катя Уланова. Кто же сделает эти пару шагов и вернет мяч в площадку. 1-1. Можно было спасать. Но по традиции, да, Тань, смотрим на игроков, которые начали этот самый определяющий судьбу всего этого противостояния. Золотой сет в составах «Казахского Динамо» и «Батинского Азерейла». Те же самые волейболисты, которые начинали и матч в первой партии. Это мы сейчас уже с вами видели. Махно, Ларсен, доигровщица с нашей стороны. Гамова, Борисенко и Мороз. А, ну да, Бабешина ушла в запас. Трожановская. Да, по сравнению со стартом. Но сегодня Ольга, конечно же, выполняет роль основной связки. И Катя Уланова сейчас сыграет Либера. А Гамова приносит второе очко. Вторая подряд. Атака результативная. Нашей диагональной. И теперь будет доигровка у «Динамовок». Здорово. Есть, значит, все-таки Катя атаковала. Да, подняла на себя блок Маша Борисенко. И тут же передача последовала Гамовой. Ну, вот. Но ведь в такие решающие моменты, Таня, выходит на первое место, конечно, уже класса, который определяется опытом в том числе. И он, конечно же, у наших, мы говорили о том, что несколько чемпионок мира играют в составе «Казанского Динамо». А ботинские волейболисты вполне могут начать волноваться и переживать уже за искусство противостояния. Одно дело выиграть 3-0 основную часть поединка и 25-11 третью партию, когда наши практически опустили. Это совсем рядом выполнение той задачи, которая стоит, причем ее максимальное выполнение. Вот здесь вот самое время может быть дрогнуть неопытным волейболисткам, но пока мы выигрываем очко с подачи. И вот... 4-1 и перерыв Фаи Кагаряева. Да, если слышно. Поэтому это он и не радовался победе. То есть в душе это глубиня души, конечно. Но он же прекрасно понимает уровень соперника. Отлично, отлично. Можем только сказать, вслед за нашим главным тренером, своим девчатам, наверное, он сейчас именно эти слова говорил, потому что перерыв взят тренера-соперниц. И с нашей стороны, с стороны Решат Бежедина, никаких нареканий к своим подопечным быть не может. Только слова поддержки и одобрения. И соперник явно переживает, дрожит, волнуется, не может справиться с подачами Ольги Харжановской. И надо максимально только держать, стараться не дариться соперникам за счет своих невынужденных ошибок очков, держать подачу, что, в общем, Ольга сейчас и сделала. Но отыгрались за счет удачной игры в атаке Полины Рахимовой. Хотя прием-то тоже был не идеальный. И надо сказать, что теперь все принимающие Азерейла дрогнули по началу партии. Но Полина Рахимова ситуацию исправила. 2-4. Анзанелла под самую заднюю линию. У нее, конечно, опыт и мастерство колоссальный. Под стать нашим звездам. Таким, как Екатерина Гамова. Еще раз напомню, Анзанелла, экс-чемпионка мира. В составе сборной Италии в 2002 году она выиграла золото. 10 лет назад золото мира. Ну и вот есть очко из такой тяжелой ситуации. Это наша двукратная чемпионка мира. Левой рукой вот так вот вдоль сетки может сбрасывать неудобные мячи. Отличная подача от Борисенко. Ковальчук в атаке. По линии опытный мастер. Очень удачно сегодня. Оксана разнообразная, что очень важно, действует в атаке. Сокращает отставание хозяйки за счет усилий. Белорусский велиболист. Теонажина подача. 3-5. Уланова не справилась с приемом. Зато справляемся с переходящим. Боун снова не забила переходящий. И в сетку. Вот она, вот она. Неуверенность, которая появилась. Чем отличается Гамова от Полины Рахимовой. Мы говорили, что восходящая звезда. Возможно, вырастет когда-нибудь. Рост ее хорош. 198 сантиметров. Но Дегатерина и Уланова, конечно, далеко, как до настоящих звезд. Пока что Полине. В том числе волнуется и она на старте экстрасета. Спасаем в защите. Отлично. Ситуацию после атаки. Хитрый болт. Мяч улетает далеко за пределы корта. И счет становится 7-3. Великолепно. Дружно сейчас. Очень здорово. Наши девчонки борются на старте экстрасета. Совершенно другую картину. Мы с вами наблюдаем. Вот это и есть как раз. Вот Катя Уланова, да, немножко отдохнула. И сразу пару мячей зацепила в защите очень важных. После которых мы смогли выиграть свои очки. 7-3. 7-3. Отличный задел. Помним еще раз. Партия-то укороченная. Здесь повторить тот трюк, который удался Азерилу по ходу второго сета. Когда они уступали минус 7 и сумели настичь нашей командой. И затем выиграть эту самую вторую партию. Такой трюк уже не удастся Азерилу. А уже 8-3 к смене сторон. Динамо берет контроль над событиями в золотом сете. Полностью пока доминирует наши волейболисты. И Бонд не может забить. Понятно, что ей будут доверять. Сейчас на передней линии двое нападающих. У Азерилу Абрахимова ошибается. А Бонд уже второй раз подряд не забивает. До этого еще и переходящий мы от нее вытащили. Сделал это Леся Махно. Трудно, трудно было от Американки ожидать такой неточности. Опытнейший человек. Серебряный призер Петербургской Олимпиады поставит сборную США. 8-3 на подаче Леси Махно. Только подавать, держать подачу при этом счете. Леси вроде бы не рисковала. Но вот совсем чуть-чуть мяч ушел в аут. Была, конечно, надежда, что мяч оборвется на линию. Но очень очевидный аут. Замена у Азерилу. Вместо Полины Рахимовой Косок. 8-4 ведем. И сейчас нужно держать свою игру. Ни в коем случае не давать сопернику набирать очки. Косок затруднил прием для Леси Махно. Сильный оттенок не получилось у нас. Ответ со стороны соперничества он забивает. 5-8. Обязательно нужно принять. У нас на первой линии сейчас Гамова, Мороз и Ларсен. Плюс 3 по-прежнему достаточно большой очковый запас у Динамо сохраняется. Но надо справиться с подачей Косок. Возможно, ошибка ее подстережет. Но нет. Укороченную выполняет польская люболистка. Довели мяч до гамовой подруги по команде. Потому что подача удалась справиться на хорошем уровне. Леси Махно. Ну, передача очень качественная. Вот с этой точки видно, что Екатерина могла как и в ход, так и по линии с нее атаковать. До пола в любом случае добила. Поверх блока мяч просвистел. 9-5 на подаче Гамовой. И Рейра утыкается в одиночный блок бразильянка. Как она красовалась, мы помним, по ходу второй, третьей партии этого матча. А сейчас Улья Хрожановская в одиночку разбирается с капитаном Азерейла. И вновь плюс 5 у Динамо на подаче Гамовой. Здорово. Великолепно сыгранно. В левую руку попадает. Да, перенесла руки в ход. Видела, куда пойдет эта атака. И Файк Гараев берет тайм-аут при счете 5-10. Первый он брал при счете 1-4. Теперь 5-10 на подаче Екатерины Гамовой. Ну, так держать все мы, конечно, с вами понимаем. Светственность момента. Но мне кажется, что сейчас для Динамо ситуация попроще, в первую очередь, в эмоциональном, нервном плане. Да, все-таки вот такой запас очковый позволяет. Соперницы дергаются значительно больше, как мне кажется. Да, но сейчас уже им некуда отступать. И если... Любая ошибка тут катастрофична. Да, что они ввели 2-0. В третьей партии там могли быть какие-то вопросы, хотя их и не возникло. Ну, и даже во втором сете Азерейл мог упустить инициативу, потом все исправить. То теперь уже действительно отступать некуда. Золотой сет и Казанская Динамо впереди. Каратенко, по большому счету, не справляется с подачей Гамовой атаки. Ну, и же аккуратничает Перейро после своей ошибки, после удара в одиночный блок. И теперь двойным блоком. Да, Тукум, конечно, совсем не заметила, что мы пошли на Боун двумя блоками и отдала передачу центральному игроку вот туда, где уже находилась Регина Мороз. Отлично. Заигралась связка в этой ситуации. Заранее задумала и, в общем, уже стала это выполнять. А наши блокирующие все прочитали. Перейро. Не забивает. В очередной раз вновь через нее строят атаку соперницы. На сей раз все-таки находит лазейку между руками наших слезующих. Бразильская леболистка. Занервничала эта доигровщица, потому как очень важная была ей доверенность, атака, и она угодила Ольге Хржановской прямо в руки. И, конечно же, настроение подпортило себе и всей команде. Боун подавала. Надо сниматься с подачи. Передача очень широкая была. Страхуем. И теперь нужно просто... Блок-аут играет гаммой. Да, это точно. Это точно. В такие моменты, как и по такому же принципу сборная России играет. В те моменты, когда очень тяжело или когда все решается на кону судьба. Ирина Кузнецова меняет Регину Мороз. И она сейчас будет подавать. Одна из самых удачных подающих в составе казанского «Динамо». Ну, а счет 12-6 в нашу пользу. И, в общем, еще чуть-чуть и... Соперный. Задача будет выполнена, да. Боюсь загадывать, потому как Перейра снова откручивает от блока в аут. 7-12. Мне показалось, что и касаний-то на блоке не было, но все... Ну, если только совсем чуть-чуть и очень низко, где-то вот в районе локтя Маше Борисенко пришелся этот мяч. Конечно, сложно так бороться. Низкая атака. Хороший прием. Игамова была в атаке. Не забила на сей раз. Естественно, все атаки строятся через Екатерину. Отличный подбор. Из-под самой сетки удалось вытащить мяч Ржановской. А сейчас, по-моему, ошибку... Судьи поторопились. Да, да, Ольге за то, что, может быть, она перешла линию. Но вот судья показал спорный. Счет останется прежним. Потому как поторопился со свистком главный арбитр. Непонятно, там был заступ или нет. Не так важно. 8-12. И отдают этот мяч. Ваут сейчас. Ваут атака. Соперница. Нет, все-таки то очко было от Доназирелу. Это был неспорный. Это было очко... Да, мне показалось, что арбитр показал спорный. Сейчас арбитр показывает карточку кому-то из наших игроков. Представляете, как не вовремя. А это значит очко, да. Или просто предупредил. Почему-то самое важное событие. Как-то проходит мимо нас. Ну, это да. Это вина режиссеров. Бакинских 9-12. Так или иначе. Да, главное, чтобы счет остался прежним. Ну, вот, судя по тому, что пауза великовата, я за это очень волнуюсь. Перерыв берет Решат Гильзудинов. Ну, значит, и карточки не было. Ну, слава богу, обошлось и не надо нервничать. Надо сейчас все правильно абсолютно делает наш главный тренер Решат Гильзудинов. Нервная очень обстановка. Момент решающий. И все прекрасно понимают, что еще пока... Еще пока до победы далеко, хотя и вроде бы три очка, но совершенно, совершенно ничего не ясно. Ясно только, что наша команда имеет большие шансы на успех в этом самом экстрасете. Лидируем. Но соперник, конечно, будет сейчас просто с утройной энергией бороться за мячи в концовке. 9-12 счет. Нортсара Тумкум на подаче. Она же в защите здорово сыграла, конечно. Есть доигровка у Азерелла. И посмотрите, за счет уже усилий на блоке нашим девушкам удается... Все-таки не одна Катя, естественно, приносит очки. Ну, разнервничалась Ларсен, потому как была уверена, что забила. И вот теперь вот посмотрите, с какой силой она перенесла руки. И, конечно, такой мяч просто невозможно было подстраховать. Справились с атакой Оксаны Ковальчук, нашей девушки, благодаря этому двойному блоку. И 13-9 на нашей подаче. Плюс 4 имеем Ларсен. Отлично она выполнила подачу. Выбила из приема Каратенко. И ошибка. Ковальчук в сетку посылает мяч. С очень неудобной передачей, естественно, атаковая. Пыталась выполнить атакующий удар белорусская волейболистка. Но вот видите, как неудачно сыграла. В такой ситуации самое худшее, что можно придумать, это начать мудрить. Пять матчболов у Казанского Динамо. Бразильянка 10-е очко своей команде приносит. Но сейчас совсем другое психологическое состояние. Есть у нас возможность спокойно принять и забить. Нужно всего лишь одну очко для того, чтобы попасть в финал четырех. Да, и четыре матчбола в распоряжении Казанского Динамо. Все в руках. Есть. Есть победное очко от Екатерида Гамвы. Да, заставили нас, девчонки, поволноваться. Но в любом случае, главное, что мы сегодня победили. Выиграли мы этот золотой сет. Конечно, не так все задумывали. Но самое важное, что Динамо Казань, впервые участвуя в Лиге чемпионов, проходит в финал четырех. Вот это очень большое достижение. Мы с этим поздравляем всю Казань. Поздравляем девчонок, которым сегодня очень не сладко пришлось в начале встречи. Уступали по ходу матча 0-3. И потом сумели начать все сначала. Ну, а Азерил, пожалуй, мы теперь будем благодарить за хорошую игру. Они действительно сегодня достойно сражались. И им тоже было непросто, но мы были сильнее. Это самое главное. Ну, поверьте нам, уважаемые любители волейбола, эмоции нас с Татьяной переполняют, как и всех вас. Наверняка первый российский клуб, нынешний розыгрыш или чемпиона, в данном случае женская казанская Динамо, пробивается в решающую стадию соревнований. То есть осуществляет уже задачу, наверное, из разряда тех, которые не под силу многим-многим ведущим клубам Европы. А Динамо с первой попытки в эту самую финальную стадию, в финал четырех Лиги Чемпионов пробивается. И команду решат и Дильжургину, всех девушек замечательных. Мы с этим успехом поздравляем. И остается нам поболеть теперь за два других наших уже мужских коллектива. Сегодня, напомню еще раз, казанская Динамо будет бороться в немецком Фридресхайфе.